И сейчас вас ждет выступление еще одного алима, молодой, но завоевавший сердца не только в нашей республике, но и по всей стране и за ее пределами, заместитель муфтия республики Дагестан Мухаммад Майранов. Встречайте! Дорогие братья и сестры, Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Словами сложно передать ту радость, которая обрывает внутри, и такое ощущение, что Всевышний Аллах сотворил в два раза больше ангелов милости, и половину из них отправил сегодня сюда, в Кизелюрд, чтобы они находились вместе с нами. И чувствуется эта энергетика, чувствуется по лицам каждого здесь присутствующего, какой баракат посетил сегодня город Кизелюрд. И очень сильно надеюсь на то, когда имя каждого из нас, каждого того, кто здесь присутствует, специальные ангелы сообщат нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саляма, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, скажет, аль-хамду лилля, что эти люди, которые собрались сегодня в этом городе Кизелюрд, что это моя община, и надеемся, что он искренне сильно обрадуется тому, что сегодня мы его так собрали здесь. И говоря о месяце Рамадан, здесь было сказано, что это месяц сабра, терпения, это месяц милости Всевышнего Аллаха, и также это месяц прощения Всевышнего Аллаха. Но чтобы получить это прощение Аллаха, мы должны попросить Его у Всевышнего искренне покаяться и попросить прощения за все наши грехи. Имаму Нави, рахима Аллах, своей книгой «Риядусу алейхин» приводит случай из жизни пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва салям, когда однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, повелел сподвижникам готовиться к очередному походу при Табуке. Один из подвижников, Кааб ибн Малик, радий Аллаху анху, передает, что никогда в жизни, как в этот момент, до этого он не был настолько силен, настолько богат и настолько способен исполнить повеление пророка, алейхи саллиллаху алейхи ва салям, но что-то его удержало. Он отвлекся на свое имущество и не начал готовиться по повелению пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Мусульмане уже тронулись в путь, и когда уже дошли до Табука и возвращались обратно только на тот момент, Кааб ибн Малик, радий Аллаху анху, понял, какую грубую ошибку он допустил, и как он сильно ослушался пророка, саллиллаху алейхи ва салям. И он тут же уже готовил какое-либо оправдание, чтобы сместить сердце пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Но когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, вернулся и подозвал его к себе, Кааб, радий Аллаху анху, рассказывает, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, улыбнулся улыбкой человека, который прячет свой гнев. Он чувствовал, что посланник Аллаха гневается на него. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, спросил, что тебя удержало, о Кааб, почему ты ослушался меня? На что Кааб ответил, я, Расуль Аллах, будь сегодня передо мной кто-либо другой, я с легкостью оправдался бы, придумал бы какую-либо отговорку. Но тебя я не смею обманывать и надеюсь на прощение Аллаха. Я скажу тебе правду, что нет уважительной причины, я просто проявил халатность к твоему приказу. После чего посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, что касается этого человека, то он говорит правду. Он повелел его, отправил его к себе и сказал, мы будем ждать, что решит Аллах по отношению тебя. И тогда, растерявшись, Кааб и вну Малик спросил, были ли еще те люди, которые ослушались пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Их было более 80, но большее из них оказалось лицемерами, которые придумали отговорки, и подтвердили эти отговорки ложными клятвами. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, принял их отговорки и сказал, а то, что у вас сердце, я оставляю на Всевышнего Аллаха. Но подтвердил, что именно Кааб говорит правду. Вместе с Каабом еще двое, сподвижников по имени Мурарат и по имени Хилаль, также признались, что без уважительной причины они ослушались пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Из этого момента наступили самые тяжелые дни в их жизни. Аллах Всевышний их наказал уже на этом свете. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, повелел, чтобы никто из сподвижников не разговаривал с этими тремя, чтобы ни один из них не приветствовал их и не отвечал на их приветствие. И с этого момента, сидя у себя дома, они проливали слезы и ни о чем другом больше не могли думать. Сподвижник Кааб был молод, выходил к людям и надеялся, что кто-либо его примет, кто-либо ему ответит. Он приветствовал на коллективных намазах сподвижников, он приветствовал пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, но никто им не отвечал в ответ. И таким образом прошло 40 дней, 40 тяжелых, мучительных дней, когда эти сподвижники проливали свои слезы и думали, лучше бы они были под землей, чем жить с этой тяжестью на сердце. Спустя 40 дней посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, усиляет, ужастичает их наказание и говорит, чтобы они отделили от себя своих жен тоже, отправили жен домой к их родителям. И эта новость еще больше разорвала изнутри сердца этих сподвижников, ради Аллаху алейхи ва саляма. И спустя еще 10 дней, прошло 50 дней, представьте себе, дорогие братья и сестры, если бы нам объявил бы бойкот сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, на 50 дней, что бы мы с вами чувствовали в этот момент. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, спустя 50 дней, приглашает этих троих и все вокруг сподвижники поздравляют их с новостью о том, что Всевышний Аллах простил, отправил священные аяты, сурату Тауба, в 118 аяте, в священном Куране Аллах описывает этих троих и говорит, это те трое, которые ослушались пророка, алейхи саллиллаху алейхи ва салям, и не вышли по повелению пророка, саллиллаху алейхи ва салям, для которых земля, несмотря на все ее просторы, стала настолько тесной, настолько душа внутри сжималась у этих троих. Но Всевышний Аллах далее продолжает и говорит, «Затем Всевышний Аллах принял их покаяние, простил, чтобы они очистились от этого греха». Посмотрите, дорогие братья и сестры, однажды, ослушавшись пророка Мухаммада, эти трое испытали страшное и мучительное наказание уже на этом свете. Если теперь мы с вами задумаемся, сколько раз каждый день каждый из нас ослушается пророка Мухаммада. Сколько грехов мы с вами совершаем, дорогие братья и сестры, знаем прекрасно, что специальные ангелы донесут каждый наш поступок до пророка. И когда Каб говорит, что пророк посмотрел на него с улыбкой человека, который прячет свой гнев, если мы надеемся в судный день посмотреть в лицо пророка Мухаммада, то с каким лицом он посмотрит на нас с вами, когда знает каждый наш поступок, который мы с вами совершаем сегодня. Если мы надеемся обрадовать посланника Аллаха, месяц Рамадан – это самое лучшее время покаяться, попросить Всевышнего Аллаха прощения наших с вами грехов. И пусть Аллах Всевышний сделает нас теми, кто в судный день посмотрит на лицо пророка, и увидит улыбку человека, не которого гневается, а тот, который любит нас и рад, доволен нашими с вами поступками. Всевышний Аллах в Священном Куране говорит, Аллах Всевышний задает нам всем вопрос. Дорогие братья и сестры, давайте этот вопрос сегодня зададим, каждый себе задаст. Аллах Всевышний спрашивает, разве не наступило время, чтобы сердца верующих людей повернулись ко Всевышнему Аллаху, чтобы сердца верующих людей начали бояться гнева Всевышнего Аллаха. Когда мы слышим упоминание Аллаха, чтобы мы каялись и боялись Его гнева, боялись Его ослушаться. Давайте, дорогие братья и сестры, прямо сейчас, сидя здесь, сделаем таубу, попросим Всевышнего Аллаха прощения за все наши грехи и ответим сердцем Всевышнему Аллаху, что да, о Аллах, наступило это время прямо здесь и сейчас, я поворачиваюсь к тебе лицом. Прямо здесь и сейчас, я постараюсь не гневать, не вызывать твой гнев, я постараюсь не печалить сердце пророка Мухаммада, саллиллаху али-усаллим, своими грехами. И дай Аллах, чтобы эта искренняя наша тауба была принята Всевышним Аллахом, чтобы по завершению этого месяца, Рамадан, мы вышли из этого месяца совершенно другими людьми и справились, и стали намного лучше, чем сегодня и чем были до этого месяца. И дай Аллах, чтобы как сегодня вот здесь, в таком большом количестве собрал нас Всевышний Создатель, чтобы точно так же собрал нас всех и в судный день с нашими родными и близкими на самой вершине рая Джанна Тульфирдаусу вокруг нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуру.